Народ, всем здорова! Сегодня 2 января, я и Кристиан едем за сауной. Нашли перед Новым годом сауну, единственную в округе, в городе Зельм. Сейчас заберем ее на колесах. Договорились так, что мы ее заберем. Они потом, когда мы попаримся на один день, заберут ее у нас. Так что сейчас будем выпаривать то, что было наедено непосильным трудом. Холодец, молодец, оливье и так далее. Будем жечь калории. У нас были планы заранее, чтобы на 1 января заказать сауну. Но я немного времени протянул, потом начал искать в интернете, всех обзванивать. Ни у нас в городе, ни в округе, нигде нет. Вот это единственный вариант, что я еще нашел. И то, сказали, на 2 января. Но пойдет, пойдет. Сейчас будем веничком париться. У меня есть веник дома, дубовый. Вот такая вот у нас зима, ребята. На лошадках катаются. Тут мы уже почти на месте. До пункта назначения у нас, смотрите, лошадки, 30 километров, чтобы сауну забрать. 100 метров налево. Это что, вот здесь получается, да? Да. Это вот сюда. Вот сюда и сразу стоит направо. В общем, фермера, можно так сказать. А вот и сауна. Это на нас стоит. Уже ждет нас. Ну что, друзья, а вот и сауна. Ей всего лишь полгода. Нам сейчас рассказали, объяснили. Это наша будет лестница. Потом, когда приедем, я вам все покажу, конечно же. Сделаю небольшой обзорчик. Абсолютно новая. И прицеп, и все. Вот это нам дают с собой. Вот эти дровишки, чтобы разжигать. Полотенчики дали там под ноги, под все. Это вот ауфгусы разные для сауны. Вот тут подкидывать ведерко с ковшиком. Вот эти дровишки. Вот такой еще для красоты, говорит, чтобы было уютнее внутри. Вот такая сауна, ребята. Супер. Да, Кристиан? Да. Просто супер. Приятно в новую сауну залезть. В общем, нам как сказали. Сегодня у нас сейчас термин был. 12 часов дня ее заберем. А заберут ее у нас только завтра, примерно, часов в 6 вечера. Так что мы можем сегодня и завтра париться. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, друзья. Вот так вот, я думаю, и пойдет. Кристиан говорил, может, ее туда загнать. Допастник здесь. Хорошо зашла. По размеру к самому разу подходит. Как раз на уровне террасы. Так, теперь будем опускать ее до сюда. Под колесо. Тормоза. Готово. Колесо сюда поставим. Сразу отцеплюсь, потому что ее будут забирать у нас сами. Чтобы нам уже не возиться. За то, что они у нас ее заберут сами. Так как ехать сюда. 30 сюда, 30 обратно. 60 километров. 35 евро. Это будет стоить. Ну, я уже заплатил это все. Так. И здесь мы поставим сразу эти. Вот так вот. Как будто так и должно быть с нашего. Во. Теперь эту мы открываем. Вот так. Вот эту мы тоже цепляем. Дождик, смотрите. Наморосил тут. И вот это вот. У нас из ящика, смотрите, не сделали как. Здесь, смотрите, тоже свет все. Можно подключить. Все есть. Даже здесь, смотрите, какие гламурные. Ключки благополучно отцепились. Она как будто здесь для этого рождена, как говорится. Так, ключ. Открываем. Опаньки. Ребята, загляните сюда. Навье. Ну, что тянуть? Сейчас будем доставать дровишки и затапливать, естественно. Ну и вот, друзья, еще раз вам покажу. Вот в нагрузку вот столько дровишек. Здесь еще мешок. У нас своих хватает. Это светильник, смотрите. Вот так вот. Свет подключим тоже. Сделаем. Это полотенчико, говорит, здесь ложить, чтобы сидеть можно было здесь. Ну, под ноги. Все, знаете, так сделано, чтобы можно было их на природу. И у вас все есть. Так что вам на природу ее тоже доставят, как хотите. Так, это у нас Кюльфриш. Фербессард институционер. Альпенкроутер. Короче, альпийские травы. Это у нас цитрусминт. Здесь зауна овгус, зауна мед хюдро. Короче, елка. Пусть будет так. Всего чуть-чуть попробуем. Айсминт. Ментол. Велезау. Так, ну что, друзья, будем разжигать. О, так. Мелких дровишек туда. Пусть разгорается. Подувал открыли. И больших сразу. Вот так вот. Нормально. Так, ну здесь вот такой вид. Часы есть. Свет, смотрите. Вот свет горит. Подключили уже. Ну все теперь. Пусть растапливается, греется. Вот дети уже париться пришли. Ну что, друзья, баньку растопили. Там уже показывают больше ста. И это еще мы на камне ничего не поливали. Видите, как там печка топится. Сейчас ждем соседей. Первую партию забежим толпой. Наталья, он уже на взлете. Всем привет. Юрик тоже. Видите, хочется выпарить все, что было, как я и сказал, наедено или нажрато непосильным трудом за эти праздники. Катя, кстати, сегодня уже не идет, да, с Кристофом позвали их гости. Ну как бы вчера еще позвали. И она говорит, нет, ребята, если мы сегодня придем, мы, говорит, еще все равно по бутылочке пива выпьем, говорит, после сауны. А так, говорит, нет, у меня термин завтра к врачу. Так что сегодня мы должны все выпарить. То, что напитано, это, как Юрик сказал. И в Новый год с легкостью зайти, да? Заскользнуть, как немцы говорят. Так мы уже заскользнули. Уже заскользнули. Как я и говорил уже сегодня, что сегодня 2 января. Вчера 1 января так же у нас все собирались, сидели. Но я вчера уже ничего не снимал. Второй день провели вообще прям великолепно, да? На улице полдня просидели, потом зашли в дом, сварили пельмешек. И вообще так душевно прям посидели хорошо. Хорошо, что 1 числа у нас никто и не болел. Потому что никто не напивался. Заскользнули мы хорошо. Хотя мы даже и не спали практически. После 12, да? Мы под утро все легли, разошлись. Только еще гостей провожали. Ну, в общем, Новый год тут был все. Последние гостей мы проводили около 6 часов утра. Я пока убрала со стола все. Там пока полы собрала. Думаю, что на следующий день, чтобы все чистенько было сидеть. И я, ребята, легла где-то без 20-10 утра уже спать. Жаль, конечно, ребята, я не смогу вам поснимать внутри. Потому что камера сразу запотеет. Ну, Жаришка реально хорошая. Юра, это вообще можно сделать как традицию, да? Раз в месяц так это сауну. С соседями на двоих заказали, попарились. Тоже прикольно. Тоже верно. У нас, видите, с соседями как один двор на двоих общий. Нам удобно с ними. В принципе, удобно и весело с ними. Мы с ними так хорошо подружились. Дружим с семьями. Дети дружат. Сейчас, кстати, наши дети у них. И поэтому традицию можно сделать раз в месяц. Снимать сауну. Сейчас сначала взрослые немного попарятся. А потом уже начнет темнеть. Перед сом можно и детишек напарить и будет спать хорошо. Многие люди могут сказать, что такая типа сауна непрактична. Потому что одна дверь, как бы нет предбанника. И сразу открываешь, все тепло улетает. Я так тоже думал. Но сейчас я просто на проверку заходил. И внутри очень жарко, да, хоть тепло. Откроешь, закроешь, тепло никуда не денется. А если же там же потом на камни надо поддавать, на камни дашь и все, все обратно возвращается. Давай, заходите. И Фарик, а лечи. Все, в первый пойдет командир. Забегайте, господа. И Юрик бежит. Пожелайте нам, друзья, легкого пара. Прикольно, тут так. Так, надо двери закрывать, да? Да. Вот, друзья, я вылазью. Дольше всех просидел. У нас как по очередности все заходили, так и повылетали. Сейчас Кристиан. Вон забежал. Не дотерпел 10 минут, 5 минут пауза и обратно забежал. А я делаю так. Без всякой воды, без всяких соков и без пива изначально. Я захожу минимум 3 раза в сауну с паузами. Минут 15-20 каждая пауза. А потом можно уже подкреплять свой организм охлаждающими напитками. Если спидометр не врет, а он показывает 120 км в час, мы летим. Но я думаю, он не врет. Обычно Наталья тоже любитель подольше посидеть. А сейчас у нее сил даже не хватило. Выбежала. Я перевожу. Я офигею. Ты такой красный. Это про меня. Есть гроши фишкомт. Большие рыбы. Давайте, залетайте. Здравствуйте. Здрасте. Люди добрые. Добрый день. Наталья, знаешь, что нам нужно? Наши шляпы мы забыли. Шляпы и надо веник замочить. Я сейчас замочу его. Дай мне какое-нибудь ведро. Пришло время запарить веники. Они у меня дубовые. Отдельное спасибо каналу Добрый Дядька в Германии. Это он мне прислал. Смотрите, целую коробку. Они у меня уже давно. Я уже отсюда брал, пользовался. Где-то полгода назад еще он мне прислал. Но так про эти веники я еще ничего не говорил. Смотрите, он сам их сделал. Сейчас запарим их. Спасибо, Добрый Дядька. О, нормально. Сейчас мы соседи распарим, покажем, что такое веники. Они сейчас на смене караула, пока они будут, а они своей семьей парятся. Я с сменником как забегу. Все, пусть настоится. Как забежим, поспинеем. И бонзай. Ладно, пойдем париться. Евелина, Кристиан, ждите. Мы идем. Дали соседнюю шапку, смотрите, Кристиан. Здорово. Здорово. Ну-ка, ну-ка. Привет. Привет. Сейчас Наталья придет в шапке. Потряси. Теперь у нас у всех полная комплектация. Семерина будет смеяться. Здравствуйте. Здравствуйте. Завросаны. Наталья, давай, давай, быстрее уже. Давай, залетай. Поговорим. Ну, это выступление Чингисхана у нас. Здравствуйте, народа. Здравствуйте, народа. Доброе утро. Поговорим по-ползски. Разом приветствуем. Всяких слушателей. Всяких кибицей. Десять се саунуем в Новом Року. Жючем вам счастливого Нового Рока. Здоровья, душа в этом целом часе. Так же поздравимы. Парадатул Германия. Я подписываю себя в Германию и в Барадате. Шай, сигалет, подписывайся. Я думаю, по-русски хорошо, а уже говоришь. По-русски скажу, что подписывайся. Кристиан, ты как партизан. Вот, вот эту сауну я понимаю уже, с пивом. На здоровье. На здоровье. Запотело или нет? Я не вижу. До свидания. До свидания. Кореша успокоится, душа, ветер скользом. Смена караула. Наталья у нас тут сторожит, а там дети забежали париться. Мы специально двери открыли им, чтобы поменьше было. Попрохладнее. Так, теперь настал мой черед. Это заслуженная порция. Будьте здоровы, ребята. О, хорошо. Совсем маленькому еще нельзя в сауну. А он бы так хотел. Да? Дети балдеют. Ку-ку. Сегодня, друзья, обходимся без шашлычков. Да, Фабин? Он и шашлык какой-то. Заказали пиццу, смотрите, нам привезли. Это семейные пиццы с оливками, нарезаны на квадратики. Горячая. Но я кушать не буду, я буду париться. Ну, дети хотят больше всего. Поэтому, ну, и кто-то взрослый тоже. По-любому. Это салями. Смотрите, какие небольшие. Вот такие вот маленькие. Вот три семейные заказали. И это все то, что вы видите, вот здесь пиццы. Раз, два, три большие, четыре маленькие. Вышло на 75 евро. Здесь грибочки. А, нет, здесь этот. Гюрос, я вижу, да? Гюрос или что это? То есть греческий этот. Мясо. Пицца. Это моцарелла, походу. Или маргарита. Здесь у нас еще тоже с каким-то помидорами, с колбасами, ветчина. Наталья заказывала. Тут. Оба-на. Это дети любят такую. Маргарита. Махцу, Фабин. И здесь. О, здесь я не знаю, что такое, честно вам скажу. Хейхен-холландейс. Хейхен-холландейс. Холландейс. Поняли? Хейхен-холландейс. Нет, митмайс. Митмайс. С кукурузой. Короче, курочка с кукурузой. Кукуруза. И холландейс. Зозе. Итак, друзья, сейчас кто-то будет кушать. К нам еще хотят соседи напротив зайти, немцы. Если они будут готовы к съемкам на камеру, я вам их обязательно покажу. Что хотел бы сказать, что сауна. Не знаю, я говорил вам это или нет. Запамятовал. Как-никак день идет. Мы снимаем, что сауна обходится 100 евро на сутки. В 12 взяли. Даже больше, чем в сутки. В 6 часов вечера завтра заберут. В 18.00. 100 евро. В 80 евро вообще сауна. 20 евро то, что будет убирать внутри. То есть, ну, дезинфицировать. И я сам ее привез. Ничего не стоит. И 35 евро то, что приедут, заберут ее. За это там будут заплатить. В общем, 135 евро за сутки получается вот так. И многие в комментариях пишут. Наталья немного поправилась. Туда-сюда или что-то в это броди. Так, Наталья, смотрите уже. Оп. И родила. Ребята, а у нас-то пятый. Ну-ка, сейчас мы станцуем. Подожди. Давай. Ай-яй-яй, девчонка. Где взяла такие ножки? Он уже прям прыгает. Ай-яй-яй, девчонка. Топай-топай по дорожке. Новый год как-никак, ребята. Как вы думаете, шампанское должно присутствовать? Новый год только настал. Многие думают, Новый год это только когда с 31 на 1. Не-не, ребята. Новый год это весь январь. Еще и старый Новый год впереди. А между делом у Юрика день рождения. Я только хотела сказать Рождество, потом Юрика день рождения, старый Новый год, потом Крещение. Ё-моё, а тут праздников. Ох ты. Так и есть. А сегодня мы выпьем с вами за милых дам. Ведь без милых дам в этом мире ничего хорошего бы не было. С Новым годом, друзья. И милые дамы.